Дорогие друзья, у нас сегодня удивительный гость, человек, который изменил весь мир. Если не изменил, то очень скоро произойдет. Я скажу откровенно свое мнение по поводу этого замечательного человека. На мой взгляд, это самый удивительный, самый великий человек. Почему? Потому что то, что он делает, действительно меняет мир в лучшую сторону. Экономика это хорошо, макроэкономика хорошо, какие-то технологии хорошо. Но люди в последнее время стали грустными. И главная проблема сегодня 21 века это депрессия, скука, тоска. И вообще материальный мир уже душит настолько духовный мир, что уже деваться просто людям некуда. И замучились люди есть таблетки. И вдруг находится один человек, мудрейший человек, который учит весь мир смеяться. Он учит людей, что сначала ты должен посмеяться, а потом все же произойдет. 16 тысяч клубов организовал господин доктор Катаре по всему миру, уже более 60 стран. И вот сегодня впервые он приехал к нам. Что самое главное в дыхании? С точки зрения медицины, это кислород. С точки зрения йоги мы говорим, это энергия, которую мы получаем с дыханием, которая поддерживает нашу жизнь. Есть такой ученый, Уотто Варборг. Он получил Нобелскую премию, и он заявляет, что мы болеем из-за того, что у нас недостаток кислорода в организме. И из-за этого же мы, когда испытываем стресс, мы неправильно дышим, и поэтому быстро устаем, мы раздражены, мы утомлены. Как смех и дыхание доставляют больше кислорода в наш организм? Вы должны больше понимать, что такое дыхание. Когда вы вдыхаете, вы выдыхаете 5 или 7 миллилитров кислорода. И то же самое количество, вы выдыхаете. Но очень мало людей знают, что твои клетки держат 2,500 миллилитров кислородам. Но есть такие люди, у которых большой резерв, они могут 2 тысячи миллилитров вдыхать. Это стейлый клеток, который имеет больше углекислого газа. Мы учим в йоге, что вы вдыхаете больше, чем вы вдыхаете. Когда вы вдыхаете, вы вытыхаете все твои клетки, и вы получаете дыхание. Когда вы выдыхаете весь углекислый водород, вы очищаете свои легкие. И что происходит, это очень трудно дышать долго. Но это очень трудно дышать долго. Вы должны напрягать мышцы. И внутрь они должны вжиматься мышцы. Какой самый простой способ, чтобы дышать лучше и дольше? Когда вы смеетесь, вы выдыхаете. И вы полностью очищаете свои легкие, и вы выдыхаете чистый кислород. И это не важно, это настоящая смех или искусство. Вы больше вдыхаете кислородом. Поэтому вдыхательная йога стала хорошим средством для дыхания в Индии. Мы сейчас в более 60 странах. Я не был в 60 странах, но там есть клубы смеха. И почему эти клубы быстро распространяются? Потому что люди понимают пользу и благоприятное воздействие от смеха. После этих 15-20 минут упражнений, Вы чувствуете счастливый и в хорошем настроении весь день. И вы согласитесь с мной. Если ваша настроение хорошая, вы согласитесь со мной, то все вокруг просто фантастически. Если ваша социальная жизнь, жизнь в бизнесе и домашняя жизнь. Да, социальная жизнь и личная жизнь. Если вы в хорошем состоянии, личная жизнь – замечательно. Если у вас нет чувства юмора, если вы не умеете шутить, все равно воздействие смеха на вас оказывается. Даже если у вас очень много проблем, вы все равно приходите к нам и после этого возвращаетесь в жизни. Потому что это меняет вас. И когда вы меняетесь, то весь мир вокруг вас меняется. Моя миссия в «Лаффта Йога» в клубе – это привести мир к счастью. Потому что мир внутри нас, и люди не счастливы. Но если вы пустите счастье в себя, если оно будет внутри вас, тогда будет мир вокруг. И тогда будет мир в мире. Мы должны начать смех от внутри, один в один раз. Мы должны распространять по всему миру этот смех. Но не должны зависеть от политических или религиозных каких-то воздействий. Потому что политики и религиозные деятели не дадут нам во всем мире. Но мы должны принести мир, и мы должны дойти до этого мира. И поэтому мы начали «Лаффта Клуб» с людьми. Поэтому мы начинаем развивать клуб с людьми.